А вот жители поселка Новый Тукаевского района могут только мечтать о переменах. Они обратились в редакцию программы Челны 24. Как сообщили местные жители, поселок один, а вот проблем в нем очень много. Это и перебой с электричеством, и разбитая проезжая часть, и бродячие собаки. Обо всем этом они рассказали моей коллеге Эльмире Гайнудиновой. Сейчас зима маленечко нам делает эту дорогу, а к весне это все останется в таком же виде, как и было. То есть там болото. Под белым покрывалом снега остались ямы, колдобины. Но только настанет оттепель, как вновь в ход пойдут резиновые сапоги. А иначе по дороге просто не пройти, уверяют жители поселка Новый. Здесь и колея, и грязь, и месиво засасывает, будто болото. Вот буквально мы стоим на дороге, которая ведет на кладбище. Мы не можем спокойно проводить людей в последний путь, потому что пару лет тому назад дорогу немножко отсыпали щебенкой. Но эта щебенка ушла уже в землю. На протяжении 7 лет, сколько мы здесь живем, никто никогда ее не ремонтировал. И, по-моему, ремонтировать не собираются. Колея полметра. Как говорят местные жители, душа у них болит из-за качества дорожного полотна на улицах Татарстан, Тукая, Гафиатулина. Этот список можно продолжить и дальше. Сейчас мы находимся на улице Центральной. По словам местных жителей, по этому дорожному полотну, помимо легковых автомобилей, также курсирует и тяжелая техника. Это видео сняли сами местные жители. Недалеко от нового начинается строительство еще одного поселка – Баунти. Туда, через улицу Центральную, проезжает тяжелая грузовая техника. Сельчам возмущают не только то, что многотонные грузовики разбивают полотно. По этой же дороге ходят дети и взрослые, и рано или поздно может произойти трагедия. Вот мы перед поворотом живем, они разгон набирают, да легковые так не ездят, как некоторые ездят. Вот миксеры эти вот груженные и на скорости, а если вот ребенок выскочит. Решение проблемы они видят в одном – обустройство обездного пути. А вот что делать с еще одной сложностью? В ноябре два раза сельчан оставляли в темноте, перебои с электричеством. Из-за чего, например, малыши в детском саду мерзли. Они сидели просто в темноте и в холоде, там все на котлах. Котлы, соответственно, отключили, здания большие, быстро размораживаются. Их там в одеяло закутывали. Мы сидели без света практически 8 часов. Был обесточен весь поселок. Люди переживают, что это может повториться, потому что у всех отопление зависит от котлов, которые на электричестве работают. Также жители поселка рассказали о проблеме бродячих собак. Их, по словам жителей, в новом достаточно много. Дети страдают от того, что не могут пойти в школу на занятия дополнительные. У меня лично в прошлом году покасала собака ребенка. За разъяснением ситуации мы обратились в исполком Тукаевского района. В рамках муниципальной программы дорожных работ в 2022 году планируется выполнить ремонт по улице Молодежная общей протяженности 700 метров в асфальто-бетонном исполнении. Ремонт указанных в обращении улиц Татарстан, Тукаев, Феатульная, Центральная. Ремонт данных улиц возможно выполнить в рамках программы самообложения средств граждан. А вот вопрос по обустройству объездного пути на улице Центральная остался без ответа. Но программа Чилны-24 будет следить за развитием ситуации. Эльмира Гайнудинова, Радиганеев, Чилны-24